Я дам вам дальний в больницу и руки. Если люди болит, я знаю, в какой активе побудут нормально, а мы куда-то не рано идти. Это мой взгляд, если... Цель, конечно, чтобы мы будем работать больше, вместе по бизнесу. Я пользуюсь Татаринфестатинвест. При Днягасах и Курах. Это важно. Там есть уже контакты, но будущие должны быть в Польше. Конечно, трудно сейчас, время короны, и корона не будет всегда. Надеюсь, следующий год уже будет мягкий, и мы можем делать больше. А нас вы раньше не слышали, да? Что из-за медведей дома не знали? Я знаю, да. Если бы на детском приезжала, у нас основные мероприятия по воскресеньям или вечерами, потому что в днём мы все учатся, работают. Ваши встречи в каждом воскресенье? Каждое воскресенье у нас служба. У нас клуб общения на немецком языке. Эльвина и Анна ведут. Для студентов, для молодёжи. Каждое воскресенье в 11 часов. А потом у нас есть танцы российских немцев, но они проходят в Доме Дружбы народов. Мы как национальный мероприятий сюда тоже относимся. В Павлюхе на 57. В Павлюхе у нас периодически бывают собрания, в разные дни, иногда в воскресенье, и праздники. Вот мы проводим праздники. Например, мы проводим Эргедан-фест. Это тоже, да? Да. Когда? Сейчас. Когда. Обратили и об bookletonds, мы проведем и обрежем, которую мы проводим в 19-м в 2-м 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 в 2-м. тысячелетию республики татарстан крупные у нас приезжали гости из разных городов чулок например организация российских немцев и октобр фест молодежный праздник чем вам больше даже немцев российских немцев там больше чем тогда 382 382 человека там больше но у нас есть не все у нас нет кто интересует немецкую культуру изучает если татары и русские но нет у нас тоже 1 раз в неделю только по воскресенью 10 до часу 3 часа и вот учитель у нас есть немецкого языка днем только они вдвоем директор и бухгалтер у нас есть курсы вот софия например и и и и и и и и и Да, это очень сладко, и я сомневаюсь. Да, это может быть очень красиво, но это хорошо. У нас есть группа начинающих у Софии, есть группа продолжающих офицеров. София занимается здесь, в немецком Доме, офицеры тоже очень русские народы. В этом году будет еще одна группа, которую я проведу. И это будет, наверное, одна группа, потому что нет группы. И многие люди говорят, что они могут быть в линии, в линии, в линии, в линии, в линии, в линии. У нас практика проведения курсов очень большая, с 90-го года. 30 лет мы занимаемся преподаванием курсов. У нас большой биологический состав, и он меняется, обновляется. В прошлом году у нас еще были курсы B1 и B2, но та преподаватель, которая у нас работала, пока работает только онлайн, он боится тоже за своих родителями, так и за коронавирусом, поэтому все меняется. Сколько надо этим учить? Ну, в каждой группе порядка 10-15 человек. 15? Да. Ну, максимум 15. У нас тоже важен контакт с помощью большого человека. Потом у нас есть опыт молодежных обменов. Например, к нам приезжали ребята из Франкфурта, разные были, из Берлина. И в этом году, да. Потом у нас сейчас вот контакты с организацией из города Фройденштадт. Там, с ними мы планируем семейный обмен. То есть у нас есть вот активные родители, мамы, дети. Семейный обмен. Семейный план мы хотим провести. Вот. И еще у нас есть такой в проекте у меня, Едино. Едино? У нас есть, например, талантливый российский немец, парень. Вот род Гергарет. Он живет в Оренбурге. У него русская, ой, немецкая фамилия и имя. И мы его хотим пригласить в Казань с выступлением и выучить с ним вместе немецкую песню. Но вот пока мы не нашли финансовых возможностей для этого. Вот можно себе в этом направлении нам что-то подставить. Он выиграл голос «Дети 5» и участвовал в финале детского Евровидения. Я вам подробности еще потом не пишу. В рамках поездок тоже обычно оплачено проживание и питание, а вся дорога за свой счет. Для нас это очень накладно. Особенно если участвует не один человек, а семья, например, мама, дети или двое детей. В этом направлении нам тоже, ну, мы ищем какие-то пути решения, но пока не нашли. Мне жаль, я не знал раньше. Поэтому моя дочь за 12, можно о свободе говорить на английском. Маленький сын, два с половиной. Это урушило тоже у вас. Угу. И... Это... Как я... Это уже долго, какая-то понятия. Это уже 20 лет или сколько раз? Да, в 90-е годы появилась возможность открывать... В 90-е годы? Да. Открывать организации и немецкое движение одним из первых открылось. Сейчас я знаю больше у вас. И если есть вопросов, конечно, на то, что люди с этим может помочь меня и не может помочь меня. Отлично, как я понимаю, это культурный фонд перейдет в деньги, поэтому это его вопрос. Если вам надо помочь или... Как я сказал, если вам надо документы и другие оформить, я могу помогать. Какого рода документы? Приглашение, например? Ну, копии, например, чтобы мне надо на официальный документ. Копия диплома, например. Копия диплома, например. Копия диплома или другие, я могу... Копия диплома, в стране... Копия диплома, в стране. Копия диплома или официальный документ. В Германии. В Бермутане? Да, официально. Это больше, потому что очень другие фирмы, семья и депутаты. Ну, да, все это не можете найти, пока я могу. Всего существует, по-моему, в России сейчас три консульта. Почему их так мало? Потому что три почетных консульта. Там есть генеральный консуль в Питер и Екатеринбург. И почетный консуль только в Дарьевосток. И я знаю это, как шутка, я знаю этот человек уже двадцать лет. Как мне сказать минимум консульта, я не знаю. И там есть директор фирмы Класс. Класс – это очень большая фирма в Германию, которая делает тракторы и другие техники. Германию. Там есть очень большая фирма в Германии. И она в Германии. Класс. 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 раскрасок. Естественно, если есть в фирме, в Алабу это больше, чем в Казани. И, как я сказал, ленцев ценят меньше, и там чуть-чуть в Алабу больше, чем в Казани. Казани меньше, не меньше. Я думаю, всегда стресса только я. Больше это люди, которые работают. А вот сейчас проходит год Германии в России, в том числе Казани федеральный университет проводит часть программы. Вы тоже как-то содействовали этому? Нет? Нет, я не говорю, что иногда. Нет, я не говорю, что иногда будет больше. Есть на КРИАТ, там есть один человек, КРИАТ, это Германский русский институт инновация техники. ГРИНТ. Нет, это КРИАТ. Ну, это КРИАТ и там один человек работает, а не имеет. Так, да. Очень много нет. К сожалению. И лучше, когда больше, друзьям уехали здесь. Конечно. А Тива тоже уехал, да? Как у Ранаса? Я принесу не буду в... Но... Я забываю тебя и ты. Это тоже как... Как я могу сказать... Жалко. Поэтому каждую субботу или воскресенье первые дня смотрят вместе футбол. Немецкие будут сидеть. Всегда. А сейчас... Нет. Это было больше десять лет. Поэтому трудно передать. Мы ведем, на наш взгляд, большую работу. Но вот жалко, что многие о нас просто и не знают, и не слышали. И нам бы хотелось больше вот. А так-то и... Чтобы вы будете полезны друг другу. Ну, у меня разные работы. По истории я был... Раньше я, естественно, в Казань, я был директором за покупку фирмы Веткин. Это очень большая тема. Она стоит в эксплуатации. Тринадцать лет я был директором за покупку. Это все на Веткин делает два миллиарда долларов в каждый год. Это сейчас Джон Диет. Джон Диет купили эту фирму... Да. У меня муж работал директором в региональной веке. Три года назад или четыре года назад. Значит, четыре с половиной миллиарда. Они с тех, кто переворачивается. Ага. Да. Я был в Ветке Интернационале. Я был тринадцать лет директором за покупку. Моя жена там... Смотрите. Если вопрос, почему они ей показали... Я бы казал, что это не напитно. Да. Я тоже не знаю, наверное. Я тоже не знаю, наверное. И да. И пишите лучше, чем я говорю. Да. Вы знаете, я только... Я только... Я не учил русский язык. Я только... Я только практика. Разные бизнески. Разные бизнески. И раньше у моего офиса были... Я не скажу... Говорили по-анесски. Я и по-анесски. Я и по-анесски. Я и по-анесски. И... Не надо. Потом были другие бизнески. Делают друг друга говорить по-русски. Я и по-анесски. Мне надо говорить по-русски. Мне надо говорить по-русски. Не говорить по-анесски. Канчатка. Практика. Продолжение следует... 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 Бабуленька у меня есть